Всем привет, дорогие друзья! В эту паузу на сборной, я думаю, пришло время поговорить про самую сложную, самую важную и самую обширную тему начала нашего сезона. Это трансферная компания Локомотива. Тем более, что под занавес трансферного окна Локомотив приобрел еще двух футболистов, которые нам будут помогать и осенью, и, надеюсь, зимой следующей. В общем, в этом сезоне, я думаю, что и Эдгар Севикян, и Сосар Монтес, которых мы приобрели фактически на флажке, будут нам помогать. И об этом мы с вами отдельно очень подробно поговорим, и про Эдгара Севикяна, и про Сосара Монтеса, что они себя представляют. Но в целом не надо забывать о том, что трансферная компания Локомотива, по сути, началась еще в начале лета, и были люди, которые ушли, и об этом тоже надо обязательно поговорить. Тема большая и сложная, она уже немножечко подзамылилась, слава богу, на фоне результатов Локомотива. Уход Антона Мирончука и Максима Глушенкова, Рефата Жамалединова, они как-то, ну, немножечко сгладились. Но, тем не менее, тема важная, ее проговорить тоже надо, тем более, что на видео я так ее и не проговорил, хотя несколько раз пытался подступиться к этой теме, но каждый раз вот что-то останавливало, а потом начался тот самый старт Локомотива, который затмил вообще все на свете. Но не поговорить об этом нельзя, поэтому давайте запасайтесь там чаем и всем таким, поставьте лайки, подпишитесь на каналы, и там на Boosty, на Telegram, на все, что хотите, подписывайтесь. И давайте об этом, обо всем поговорим подробно. Итак, для того, чтобы вообще обозреть эту тему, давайте вспомним, на чем Локомотив заканчивал прошлый сезон. Локомотив закончил его четвертым, и из Локомотива ушло большое количество футболистов. И в прессе вы наверняка неоднократно читали о том, что Локомотив покинуло огромное количество футболистов, и вообще непонятно, как Локомотив будет играть в футбол. Но все это, естественно, просто заголовки журналистов, и из тех футболистов, которые покинули Локомотив, но при этом играли за Локомотив весной, только два человека. Это Антон Миранчук и Максим Глушенков. Да, в этот список наверняка еще включают там Артема Дзюбу, который тоже действительно покинул Локомотив. Но весной Артем Дзюба сыграл буквально в двух-трех матчах, и в этих матчах Артем Дзюба скорее мешался Локомотиву, и очки мы тогда теряли. И, ну, естественно, все, кто смотрел на Локомотив весной, понимают то, что Артем Дзюба в этот Локомотив, построенный весной, который вообще-то неплохо эту самую весну прошел. По количеству набранных очков мы уступили только на два очка московскому «Динамо». Все остальные команды остались ниже нас. То есть мы весной играли хорошо и набрали много очков, как, в общем-то, и в любой этап при Михаиле Галактионове. Но Артем Дзюба никакого вклада в эти результаты не имел. Точно так же, как и Маринато Гильерми, точно так же, как и Рифат Жамалединов, например, да, при всей моей любви к Рифату, при том, что он отлично прошел в межсезонье, и очень хотелось, чтобы Рифат побольше играл весной. Но те выходы Рифата, которые были, да, он там забил гол, например, «Динамо» в первом же матче, но мы все равно этот матч проиграли. А потом Рифата практически уже и не было, все меньше и меньше он выходил. Да, где-то там что-то помогал, но все равно мы понимаем то, что, ну, Рифат был игроком периодически даже уже не первой замены, особенно после того, как Михаил Галактионов начал доверять Алексею Бутыракову. Так что, по факту, из локомотива весны ушло два человека. Это Антон Миранчук и Максим Глушунков. У обоих разные истории, да, но оба играли в центре поля локомотива и, по сути, отвечали за атакующие действия команды. Я об этом уже неоднократно говорил в предыдущих роликах, посвященных тактике локомотиву, но факт есть факт. Весной локомотив очень сильно зависел от этих двух человек. При том, что если Максим Глушунков играл более-менее все время и, ну, его старались не заменять, и на нем, по сути, держалась вот такая вот неожиданная креативная сила локомотива, где-то там издали пробить, где-то неожиданно войти в штрафную, где-то там с угловых подать, то Антон Миранчук мог выдать игру хорошую, мог выдать игру плохую. Его могли поменять, потому что у него вообще не шло. И, тем не менее, все равно, да, если смотреть статистику, то у Антона Миранчука и у Максима Глушункова не то что в локомотиве, во всей лиге было наибольшее количество созданных голевых моментов, наибольшее количество там передач штрафную, ключевых передач и все такое, да, то есть хорошие футболисты. Но проблема возникала в том, что оба этих футболиста прекрасно осознавали, что они хорошие футболисты, и они на себя переманивали максимальное количество внимания. В этих условиях построить комменционный футбол, ну, довольно тяжеловато, потому что, ну, тот же, например, Алексей Батраков выходит, и у него сразу же, как только он получает мяч, его требует Антон Миранчук или Максим Глушунков. То же самое было и с большинством других ребят. Посмотрите на то, как сейчас преобразился Дмитрий Баринов, и все говорят, ого, Дмитрий Баринов, оказывается, умеет делать длинные передачи, закидывает мячи за спину защитникам, и вообще неплохими диспетчерскими качествами обладает. Но когда в команде Антон Миранчук и Максим Глушунков, ты не задумываешься об этом, потому что дело Дмитрия Баринова отнять мяч и отдать одному из этих двух человек. Я не говорю о том, что они плохие футболисты, ни в коем случае. Это отличные футболисты. Но это футболисты, которые очень сильно перетягивают на себя внимание. И Локомотив, по сути, был командой именно вот этих двух футболистов. И когда мы встречались с соперниками, с системными соперниками, которые понимали это, и которые знали, как закрыть одного-двух футболистов, которые очень хорошо умеют играть в футбол, ну, в целом это любая команда, там, из первой пятерки, то у нас сразу возникали огромные-огромные проблемы с тем, чтобы побеждать. И, по сути, да, у нас практически не бывает проблем с командами из нижней восьмерки. Мы их переезжаем на классе, да, ну, там у нас, по-моему, с Оренбургом была потеря очков, и в кубке мы уступили Балтике и Уралу, но это другая история. А вот основные проблемы по прошлому сезону у нас возникали именно как раз с сильными командами, потому что сильные команды, системные команды перекрывают этих игроков, и вдруг оказывается то, что Локомотив, по большому счету, ничего кроме этого не умеет. Особняком стоят игры с Зенитом, но тут уж не знаю почему, и, возможно, Зенит слишком верил в себя, и поэтому не обращал внимания там на каких-то Глушенковых, на каких-то Тикнезианов, на Антонов Мирончуков, и просто пытался играть в свой футбол, а тут оказывается то, что есть футболисты и посильнее, чем собраны в питерском Зените, но, по крайней мере, до трансферного окна были. И именно, наверное, поэтому Зенит и положил глаз на обоих этих футболистов. Максима Глушенкова он выкупил за 6 миллионов, а Антону Мирончукову предлагал контракт. Этот контракт был достаточно хорош, этот контракт был на условиях, как минимум, не ниже, чем были у Антона в Локомотиве, но Антон сдержал свое слово, и в России в другой российский клуб не пошел. Теперь Антон — это игрок швейцарского Сиона, и я ему желаю максимального успеха. Совершенно не разделяю точку зрения тех, кто говорит о том, что зачем он ушел в какой-то там швейцарский чемпионат, лучше бы играл в России, но, на мой взгляд, желание человека перейти куда-то в Европу, играть в Еврокубках, и хотя бы попытаться играть в Еврокубках, да, Сион сейчас не играет в них, но это команды высшей лиги Швейцарии, команда, которая сейчас идет достаточно неплохо, у него большое количество очков, и с Антоном она будет идти еще лучше, я уверен, потому что такого класса футболистов в Швейцарии немного, так что, ну, почему бы и нет. И об этой истории тоже, в принципе, неоднократно говорил на стримах, что, скорее всего, Антон либо останется в Локомотиве, либо он пойдет на сильное понижение зарплаты и уйдет в какой-то европейский клуб. Так оно, собственно, и случилось. Я очень рад, что Антон остался мужчиной, слово свое сдержал и не пошел в Зенит, хотя в Зените, да, я думаю, что и в любом, ну, во многих других российских клубах Антона Вернчука с удовольствием бы видели и ЦСКА, и Динамо, и Спартак, я думаю, тоже бы не отказались бы от Антона Вернчука. Отдельная история – это продажи Максима Глушенкова, про нее тоже уже очень много копий сломано, и, ну, здесь не буду много, соответственно, размусоливать. Когда Максим Глушенков приходил в Локомотив, это был футболист с определенным бэкграундом, это был футболист, который не подошел к Спартаку, там получал много травм, потом начал играть за крылья Советов в комфортных ему условиях, где на него никто не давил, где у него был его удобный тренер, который закрывал глаза на все косяки, и Максим Глушенков там понемногу раскрывался, но все равно не был звездой чемпионата России. Да, у него там неплохие были показатели по гол плюс пас, но тоже там не Квинс и Промис, прямо скажем. В Локомотиве Максим Глушенков начал раскрываться, но даже перед весной 2024 года не было ощущения, что Максим Глушенков просто лучший футболист РПЛ Лиги. Да, хороший футболист, да, что-то может, да, где-то там передерживает мяч, где-то теряет его, но где-то зато может забить вообще из ничего или там голевую передачу отдать. Просто хороший футболист, но не особо выдающийся. Но весна и огромное количество голевых передач, которые отдал Максим Глушенков, в основном, кстати, со стандартов, сделали его действительно очень яркой фигурой. Рекордное количество голевых передач, которые он отдал, показатели Халка, Ласькова и все такое, сделали, соответственно, уже из него фигуру масштаба той, за которой начал гоняться Зенит. И оказалось то, что у Максима Глушенкова при подписании контракта проставлены отступные 6 миллионов евро, ну, точнее, 600 миллионов рублей. В евро это чуть больше получается, чем 6 миллионов. Мог ли Локомотив заработать на этом больше? Ну, честно говоря, я сомневаюсь. Максим Глушенков и его агент Павел Андреев вполне могли уже зимой понимать о том, что, ну, скорее всего, они будут получать летом какие-то очень интересные предложения. И летом, соответственно, они могли уже думать переподписывать контракт с Локомотивом, увеличивать отступные, увеличивать зарплату, соответственно. Да, потому что ты не можешь просто взять и переписать контракт, увеличив отступные, но не увеличивая зарплату. Зачем это нужно игроку? Да, такой вопрос задается. И агент его наверняка бы задал. Соответственно, вполне можно было зимой никаких телодвижений не предпринимать. Контракт достаточно долгосрочный. И все вот эти вот разговоры оставлять на лето. А летом уже пришел Зенит, который сказал, да, 6 миллионов Локомотиву заплатим, да, 4 миллиона лично Павлу Андрееву заплатим, Глушенкова заберем и никаких проблем. Ну, собственно, Глушенков и ушел. Тоже больших претензий к Глушенкову не испытываю. Он сразу говорил о том, что в Локомотив он переходит наемником, что никакого пиетета перед этим клубом не испытывает. И если Зенит предложит денег, то он, собственно, с радостью в Зенит пойдет. Так оно и случилось. Ругать Глушенкова за это смысла не вижу. Ругать руководство за уход Глушенкова тоже смысла не вижу, потому что мы получили на полтора года шикарного футболиста, который очень много забил, очень много голевых передач отдал. Стоил нам мало. Мы его взяли примерно за 2,5 миллиона евро и отдали за больше, чем 6 миллионов евро. То есть мы даже с этого получили определенный навар. Да, ушел. Да, наверное, реальная стоимость Максима Глушенкова выше, чем отступные, которые были ему прописаны. Но когда мы брали Глушенкова, да, это точно не было очевидно. Если бы мы взяли Максима Глушенкова за вот эти вот 6 миллионов евро, я думаю, из крыльев советов, я думаю, что люди бы пальцем овеска крутили. Даже когда его брали за 2,5, то почитайте комментарии, почитайте комментарии экспертов. Да, люди тоже были, мягко говоря, в недоумении. Да, Сергей Пеняев, звезда, да, вот понятно, за что там, за Сергея Пеняева платим. А Максим Глушенков как будто так в довесок идет. И, ну, там, Бигги наверняка, если поднять, то писал об очередном обворовывании бабушек, которые платят за электрички. Так что, ну, случилось и случилось. Я думаю, что мы должны быть благодарны Максиму Глушенкову за тот период, который он провел в локомотиве. И скатерть ему дорога в зенит, если он туда так сильно хотел. Мы видели на примере Антона Миранчука, мы видели на примере Сергея Пеняева, который недавно дал интервью о том, что он не хочет в зенит, и ему нету смысла переходить в зенит, потому что там он не будет развиваться и толком не будет играть. И мы видели на примере Наира Текнезяна, что зениту отказывать можно ради того, чтобы играть в локомотиве, или вот в случае Антона Миранчука ради того, чтобы играть в сионе. Просто играть и кайфовать. Максиму Глушенкову важнее, ну, какие-то другие вещи. Может быть, титулы, может быть, деньги, может быть, все вместе. Это его путь, и осуждать его за это не будем. Мне же ближе дороже футболисты, которые хотят играть за локомотив. Собственно, это вот первая часть. Это люди, которые ушли из локомотива. Да, нужно еще сказать про Рефата Жамалединова, у которого тоже закончился контракт, которому то ли предлагали его переподписать, то ли не предлагали его переподписать. У Шпенева на этот счет мнение разнится в зависимости от того, какое интервью Шпенева вы будете читать. Но факт есть факт, что, конечно, там полтора миллиона евро, как хотел Рефат Жамалединов изначально, в локомотиве ему никто бы не дал. А предлагать ему зарплату, там, не знаю, 500 тысяч, 600 тысяч евро в год, которую локомотив мог бы предложить, но не стал, потому что, ну, сами видите, как Шпенев общается с локомотивом. Собственно, Рефат Жамалединов пошел в ЦСКА, тоже там запросил довольно большую зарплату изначально. Ему сказали, так, так, погоди, обожди, давай мы сначала посмотрим тебя. Две недели его смотрели. Там Марко Николич, который прекрасно знает умения Рефата Жамалединова. Ну и по итогам этих двух недель Рефату Жамаледину предложили немножечко подсократить зарплатку до 800 тысяч евро в год, на что Рефат взял, да и согласился, и играет у своего любимого тренера, наверное, лучшего тренера в карьере Рефата Жамалединова, Марко Николича. Тоже, опять же, не могу осуждать Рефата за то, что он пошел к человеку, который, по сути, перезапустил его карьеру. До Марко Николича Рефата не ругал только ленивый. Но потом Марко нашел ему позицию на поле, при Марко он там много забивал, много отдавал, стал важным игроком там сборной России, и, собственно, ну, почему бы и не поиграть за Марко Николича даже на гораздо более маленькой зарплате, чем он получал в Локомотиве. Тоже желаю удачи Рефату, но не в играх с Локомотивом, и, собственно, матч с Локомотивом уже был, и Рефат Жамалединов поучаствовал в голевой атаке Локомотива. Спасибо большое Рефату. На смену вот этим вот трем ушедшим игрокам пришло три футболиста. Два человека были взяты бесплатно, Салтуков был взят еще зимой, но только летом присоединился к команде. Кроме того, бесплатно из Ахматы пришел Артем Тимофеев, и за деньги был куплен Дмитрий Воробьев из футбольного клуба Оренбург. Причем за Дмитрием Воробьевым, это достоверно известно, гонялись еще футбольный клуб «Динамо» и футбольный клуб «Краснодар», воспитанником которого, собственно, Дмитрий Воробьев и является. Но между Локомотивом «Динамо» и «Краснодаром» Воробьев выбрал именно Локомотив, что тоже, я думаю, довольно приятный факт. «Динамо» и «Краснодар» — это команды, которые в прошлом сезоне боролись за чемпионство до последнего тура. Вот, собственно, про Никиту Салтукова, наверное, пока говорим мало, потому что Салтуков не показывает какой-то внятной, качественной игры. Я думаю, что этим он немного расстроил селекционную службу, потому что по осени, по итогам которого, собственно, Салтуков был куплен, он показывал очень яркий и очень взрослый футбол, очень настырный, очень активный и был важной фигурой крыльев Советов. Потом Локомотив купил его, и весну, честно говоря, Салтуков уже провел достаточно блекло, и те матчи, которые сейчас были у Салтукова, кубковые, там, выход на замену в чемпионате, и игра с белорусской командой «Торпедо Белас» из Жодина, она тоже была очень блеклой, хотя вот именно там казалось то, что Салтуков может начать обыгрывать один в один, бить поворотом, в общем, все то, чем он так круто заявил о себе прошлой осенью. Ничего этого мы не видим, и я думаю, что, ну, это отчасти заставило селекционную службу задуматься о приобретении еще одного вингера, сделать так называемую покупку качества в атаку Локомотива, потому что Салтуков этого самого качества, к сожалению, дать не смог. Но если мы говорим про Артема Тимофеева, это опорник, это человек, который обладает качествами, которых, наверное, нету ни у одного игрока из центра поля Локомотива, нету ни у Артема Кропукаса, ни у Дмитрия Баринова, да, это такой вот достаточно рослый, достаточно жесткий опорник, который не боится идти ни в какие стыки, который нужен для того, чтобы в концовке матча, когда Локомотив устраивает счет, когда он ведет в счете, или, там, не знаю, в случае с ЦСКА, нас устраивала ничья, выпустить, заменить подуставшего Артема Кропукаса, или заменить Дмитрия Баринова, который, там, не знаю, на карточке, или просто получившего травму, опять же, как матч из ЦСКА, и спокойно довести этот матч до победы. В обоих матчах, которых выходил Артем Тимофеев в чемпионате, что с ЦСКА, что с Ростовом, как раз вот в таких ситуациях, когда нужно было удержать приятный нам счет, вот, собственно, Артем Тимофеев с этой задачей прекрасно справился. К сожалению, когда нужно выходить против какого-нибудь Краснодара со старта и что-то придумывать в атаке, здесь, конечно, Артем Тимофеев это, ну, мягко говоря, не самая сильная боевая единица. У него есть проблемы со стабильностью передачи, он, в целом, не самый креативный футболист, хотя в чужой штрафной замыкать может, у него довольно много голов, и эту опцию использовать можно с подключением Тимофеева в атаку. Но как креативного футболиста использовать его не стоит, и, к сожалению, вот с Краснодаром Артем Тимофеев вышел в старте и был заменен в перерыве, в общем-то, наверное, иного развития событий, и тяжело было ожидать. Но, тем не менее, игрок достался нам бесплатно, игрок качественный, у него огромное количество игр в РПЛ, и это взрослый футболист в центр поля, эдакий Тарас Михалик, или там Дмитрий Тарасов в свое время, тоже в какой-нибудь чемпионский сезон. Просто очень опытный, очень жесткий и вполне добротный футболист. За это тоже могу лайк поставить. Ну и Дмитрий Воробьев, наша единственная покупка, начало летней трансферной кампании, уже с первых матчей показал о том, что он очень здорово влился в команду, особенно если использовать его именно как наконечника, как человека, который будет принимать мячи рядом с чужой штрафной площадью, у него неплохой дриблинг, неплохое понимание футбола, он активно открывается, активно вбегает в коридоры, если его снабжать мячами, и снабжать мячами рядом со штрафной площадью, это будет опасно для чужих ворот. Но, к сожалению, после того, как мы перестроились на гибридную схему, на 4-2-3-1 или 4-3-3, в атакующей стадии, к сожалению, Воробьев стал чаще получать мячи вдали от штрафной, играть чистую девятку, и это немного ослабило именно его яркую индивидуальную игру. Надеюсь, что он найдет себя в новом построении локомотива, видно, что футболист сильный, и может приносить пользу локомотиву, забивать голы. На этом трансферная кампания до начала чемпионата была завершена, и следующее поползновение локомотива случились уже вот в эту осеннюю паузу на сборной. Сперва пришла новость про уход Марио Митте в Аль-Итихат, в Саудовскую Аравию, в команду Кангола Канте и Кариму Бензима. Взяли в аренду Марио Митте за 1,2 миллиона евро и выкуп за 5 миллионов евро прописали, но выкуп не обязательно, и вполне возможно, Марио Митте еще в локомотив вернется. Но тоже, в общем-то, все понятно. Митте и угол Ктенова играет мало, хотя хочет играть много. Человек, который играл в основе в сборной Албании на чемпионате Европы, который все лето хотел уйти куда-то в Италию, были предложения, но дальше интереса дело не заходило. Конечно, Марио Митте хочет играть много. В локомотиве он теряет время, по сути. Одно дело сидеть на лавке Ювентуса или играть в какой-то очень сильной команде, столько, сколько он играет в локомотиве. Другое дело, в локомотиве его будут все меньше и меньше замечать, потому что следующий чемпионат Европы, на который Албании еще только предстоит отобраться, будет только через 4 года. Естественно, цена Марио Митте будет только падать. Но я думаю, что это очевидно, без Еврокубков, без... там вот тоже есть проблема сейчас, то, что всякие вайскауты не обсчитывают чемпионат России, и, ну, интерес к Марио Митте сейчас будет все снижаться и снижаться, а он, конечно, хочет играть в каких-то клубах поинтереснее. И поэтому его уход в Аль-Итихат вполне логичен, вполне разумен, и 6,2 миллиона, да, это, конечно, не предел мечтаний, который локомотив мог получить за Марио Митте, но вполне себе достойные деньги. Я оценил его где-то в 8 миллионов евро сразу после чемпионата Европы. Если бы кто-то дал 8 миллионов, я бы сказал, вот, продаем. Но, видимо, сразу после чемпионата Европы денег никто не дал. Потом вот прошли вот эти вот полтора месяца, в которых Марио Митте играл только в кубки практически. Ну, и, естественно, цена Марио Митте все это время шла по нисходящей. Это объективная картина, и ничего с этим не поделаешь. Решая проблему того, что Никита Салтыков не показывает того качества, на который, по всей видимости, рассчитывал наш селекционный блок и тренерский штаб, «Локомотив» приобретает Эдгара Севикяна. Приобретает его сначала в аренду. Это платная аренда за 200 тысяч евро примерно. Но есть право выкупа. Опять же, не обязательный выкуп за 4 миллиона, а право выкупа за 4 миллиона. И я думаю, что, ну, вряд ли «Локомотив» будет платить 4 миллиона за Эдгара Севикяна, если только он вдруг сейчас в чемпионате России не сверкнет настолько, что с Ференс Варыш выстроится очередь из клубов, которые готовы будут выкупать Севикяна за эту означенную сумму. Вполне возможно, что Эдгар Севикян просто будет в обойме «Локомотива», будет что-то показывать, и «Локомотив» с Ференс Варышем еще раз сядет за стол переговоров и купит его там не за 4 миллиона, а за 2 миллиона евро. Потому что Ференс Варышу, скорее всего, этот футболист вообще не нужен, и вряд ли кто-то в таком случае за Севикяном придет, кто даст денег больше, чем «Локомотив». Ну и сам Севикян, вполне возможно, захочет остаться в «Локомотиве», потому что это его родной клуб. Эдгар Севикян – воспитанник футбольной академии «Локомотив», причем воспитанник, ну, с самых ранних лет. Это единственный футбольный клуб в карьере Севикяна до момента, когда он перешел получать образование футбольное в Испанию. И это фактически там с 6 до 16 или 17 лет. Не часто такие истории встретишь, чтобы именно вот с набора. Но, кстати, в 2001 году еще такой футболист был Максим Петров, и он тоже с набора дошел до «Локомотива». Причем Максим Петров даже не уходил ни в какую Испанию, а просто, ну, вот дорос, и его пару раз там выпускал немецкий штаб «Локомотивский». Жалко, что сейчас Максим Петров находится в «Нефтехимике». Ну, кстати, неплохо за это самое «Нефтехимик» играет. Я думаю, что в скором времени мы его в РПЛ должны увидеть. Может быть, даже в «Локомотиве» я против не буду. Но сейчас про Эдгара Севикяна, потому что широкой публике он, конечно, знаком не так сильно. И я его карьеру наблюдал с очень раннего возраста, потому что команда 2001 года рождения была, ну, одной из моих любимых, просто потому что она всегда все выигрывала. Она выиграла, по-моему, три первенства России, Кубок РФС, ну, или два первенства России, один раз были с Серебряными, и вот выиграли Кубок РФС, который, по факту, приравнивается к Кубку России, потому что там играют сильнейшие Академии. И это выпускной год, то есть это вот фактически такая итоговая работа Академии по данному возрасту, у кого они вырастили. И вот «Локомотив» там прошелся катком по всем, и в финале, по-моему, 4-1 выиграл у «Зенита». В общем, классная команда. И Эдгар Севикян в этой команде всегда был звездой. Он всегда много забивал, он всегда был очень активен, всегда именно на него обращали внимание все те, кто смотрел эту самую команду. Мне Севикян запомнился по интервью, которое я у него брал как раз после одного из чемпионств, точнее, после чемпионства в клубной лиге, чемпионате Москвы. Я у него взял интервью, и я поразился тому, насколько этот парень, по-моему, там было лет 15 на тот момент, насколько он грамотно излагает свои мысли, насколько он, в принципе, четко мыслит, понимает, чего он хочет, понимает, к чему он идет. И вообще вот такая вот целеустремленность для меня была немного в новинку, потому что когда ты берешь интервью у 15-летних футболистов, там из них, ну, приходится клещами слова тянуть, и видно то, что на многие вопросы, логичные вопросы, да, вот, типа, вот, какие у тебя цели на следующий сезон, как ты вообще видишь свою карьеру, что тебе в этом сезоне понравилось, что не понравилось, видно, что они вообще никогда не задумывались об этом, и им тяжело, вот они вот на ходу сейчас что-то пытаются придумать, и у них слова там кое-как складываются. Эдгар Севикян просто готовыми абзацами выдавал мне только записывай. Это приятно было, но и в целом игра Севикяна мне тоже нравилась. Не понравилось мне только то, что он уехал в Испанию, там его семья переезжала в Испанию, собственно, переход в Леванте был достаточно случайным, он пришел на тренировку к своему брату, немножечко поиграл в футбол, и тренер сказал, а давай ты будешь играть теперь в нашей команде, быстро утрясли детали с локомотивом, что-то ему там заплатили, и Эдгар Севикян вдруг стал футболистом Леванте. Мне не очень нравятся такие истории, и каждая такая история, которую я лично наблюдал, она заканчивалась крахом. Это и Эдгар Севикян, это и Никита Иосифов, а до этого еще был футболист, вот не помню, как зовут, но по фамилии Ефремов, он тоже куда-то в Испанию переходил, в том числе из локомотива Чертановский, из локомотива, короче, уходил в Испанию, тоже нигде не закрепился, и тоже вернулся потом в Россию, гораздо слабее, чем был на момент своего отъезда. Не знаю, с чем это связано, но сильнее футболисты в этих испанских школах не становятся. Да, они там где-то что-то играют, где-то что-то тренируются, но Эдгар Севикян, который уезжал из локомотива, и Эдгар Севикян, который приехал по итогу в Пари-НН, ну, на мой взгляд, это человек, который ничего не получил, просто потерял там полтора-два года, и вот сейчас начал набирать заново все то, что в Испании ему не дали. К сожалению, ну, вот почему-то так получается, и получается не только с Эдгаром Севикяном, но и с другими футболистами тоже. Там еще и Коля Абольский в свое время в Испанию уезжал, и, ну, много таких ребят. На самом деле, Испания довольно популярное направление для российских молодых футболистов, и, ну, не один из таких вот людей, людей, которые что-то показывали в России, в Испании, потом не становился каким-то хорошим футболистом. В Германии есть более-менее такие примеры. Черышев в Испании просто с нуля занимался и добился успеха. А вот релакантов, модное слово, таких успешных карьер я лично не знаю. Эдгар Севикян. Что из себя представляет Эдгар Севикян, если вдруг вы не видели его игру за пари НН. Это очень сильная левая нога, причем она сильная как в дриблинге, в контроле мяча, так и в ударе. У него очень классный поставленный удар с левой ноги. Мячи летят плотно, сильно, и, ну, чаще всего в створ ворот, что создает большие проблемы для вратарей. Кроме этого, он хорош на рывке. Да, у него не очень хорошая дистанционная скорость, но на рывке уйти от соперника, резко там сменить направление, он, в принципе, неплох. Я думаю, что в руках Михаила Галактионова он вполне себе будет хорошим футболистом в локомотиве. По крайней мере, он точно знает, что он умеет, и в этом плане он будет выгодно отличаться от Никиты Салтыкова, который, по-моему, пока сам не очень понимает, что из себя представляет, как футболист. Для локомотива, мне кажется, это важная опция на правый фланг, потому что у нас сейчас просто нету футболиста с сильной левой ногой. Илья Самошников, при всем к нему уважении, тоже миллион раз эту тему поднимали. Футболист, который на правом фланге атаки, играет вынужденно. Да, он в итоге забил у нас гол из-за пределов штрафной с левой ноги неожиданно, но надеяться на то, что Илья Самошников с левой ноги будет каждый раз попадать в створ, забивать не стоит. И после этого у него уже было несколько ситуаций, несколько матчей, в которых можно было бы решать что-то с левой ноги, и у него это не получалось. Так что Эдгар Севикян, ну, по крайней мере, еще и Илье Самошникову замены периодически нужны. Бегать вот так вот постоянно по бровке, это энергозатратно. А нам нужно добывать победы иногда в концовке игр, и здесь Эдгар Севикян нам определенно поможет. И что мне еще нравится, да, что у Эдгара Севикяна есть ДНК локомотива, но при этом он не будет перетягивать игру на себя. Вот если сравнивать Эдгара Севикяна и Маркиниуса, за которым тоже локомотив гонялся в это трансферное окно, но его переманил к себе Спартак, Маркиниус это, конечно, футболист, который бы а-ля Максим Глушенков или Антон Миранчук просил бы мячи на себя, и дальше бы что-то придумывал. Он чувствует себя звездой, он чувствует себя человеком, который приехал показать, какой он крутой футболист, и, возможно, дальше из локомотива или из Спартака сейчас перейти в еще более сильный чемпионат. Эдгар Севикян таким не будет, он не будет ломать командную игру, он будет поддерживать темп этой игры. Вот сейчас был матч сборной Армении, и Севикян очень классные передачи, например, длинные вырезал. Он неплох в завершении, да, если ему давать бить по воротам, но здесь нужно, чтобы Михаил Галактионов провел хорошую работу и объяснил Севикяну, что ему надо делать и чего ему не надо делать на футбольном поле. И если он будет бить по воротам, если он будет врываться в штрафную на дриблинге и делать прострелы, это будет отличное усиление для локомотива, именно такое вот комбинационное, командное, и будет использовать те плюсы, которые сейчас есть у локомотива, и благодаря которым мы, собственно говоря, на вершине турнирной таблицы, ну, по крайней мере, были до матча с Краснодаром. Вторая покупка это долгожданный центральный защитник. Это уже третий заход на иностранного центрального защитника от данного спортивного блока Дмитрия Ульянова и его подопечных из селекционного отдела. И мы идем по восходящей. Если сначала это была просто какая-то нелепость в виде Германа Конти, который сыграл несколько матчей после того, как его Кордоба отбортовал, покинул команду, не сыграв больше ни минуты. Затем Жорзино Ньемси, который не самым удачным образом стартовал в локомотиве, но вот после предсезонки и летом он уже показывает довольно высокий уровень игры, хотя в каждом матче норовит заработать пенальти в наши ворота, но пока судьи каким-то образом уворачиваются от этого назначения, но я думаю, что скоро-скоро обязательно это нас настигнет, ну потому что определенные проблемы в координации, в контроле своих конечностей у Ньемси, конечно, присутствует, но при всем при этом есть и отличные положительные качества. Это неплохая позиционная игра у Ньемси, это хорошая работа в единоборствах корпус-корпус, он мало кому проигрывает даже Джону Кордобе, и это неожиданно для меня оказалась очень хорошая игра на мяче, то есть он делает хорошей передачи, он не паникует, он может взять и обвести кого-то, да, там на смене направления, а может длинную передачу отдать на фланг, они тоже у него очень хорошо летят. Вот, Сесар Монтес, это еще одна ступень в этой вот нашей восходящей линии центральных защитников, которые мы покупаем. Сесар Монтес прежде всего это капитан сборной Мексики по футболу. Да, он не так давно носит повязку, но тем не менее уже какое-то время, если он выходит в составе сборной Мексики, он делает это именно с капитанской повязкой. Цена за Сесар Монтеса по данным, которые плюс-минус подтверждают все, да, там с небольшими нюансами, составляет 6 миллионов евро чистыми, которые мы за него будем платить в несколько траншей в течение нескольких лет, и еще 2 миллиона бонусами, 1 миллион, если Сесар Монтес в принципе будет играть за Локомотив, там 10 матчей в стартовом составе проведет, и еще миллион, если Локомотив войдет в тройку по итогам любого года действия контракта Сесар Монтеса. Ну, в общем, можно ориентироваться и надеяться на то, что Локомотив займет место все-таки в тройке сильнейших за следующие 4-5 лет, хотя бы разок, и тогда Локомотив заплатят 8 миллионов евро, что делает покупка Монтеса одной из самых дорогих в истории вообще Локомотива, и, соответственно, с Монтеса будет особый спрос. Есть определенные опасения по поводу Сесар Монтеса, они объективны, и надо их тоже принимать, и не заключается в том, что Сесар Монтес последние 2 года вылетал из испанской Ла Лиги. Сначала его за 8 миллионов евро, по-моему, купил Эспаньол непосредственно из Монтеса, с которым он выиграл в Мексике все, в котором он был на очень хорошем счету, вызывался в Олимпийскую сборную Мексики, с которой тоже очень хорошо играл, завоевывал бронзовые медали, останавливал сборную Бразилии с Клаудиньо, с Малкомом, с Нино, и всеми вот этими замечательными ребятами из Санкт-Петербургского Зенита, и не только они, там еще был Ришер Лисон, Энтони, и многие другие ребята, которых вы сейчас знаете, на которых цена на трансфер-маркте летит куда-то в космос, и вот Мексика с ними сыграла 0-0, а Сесар Монтес был в центре обороны той самой Мексики. Эспаньол его покупает и вылетает, но Сесар Монтес проявил себя, сыграл хорошо, и его выкупает Альмерия за 14 миллионов евро, ну точнее 10 с половиной плюс 3 с половиной бонусами. Эти самые бонусы, как вы понимаете, не активировались, потому что Альмерия улетела просто со свистом тоже в секунду. И здесь уже очень многие критиковали Сесар Монтеса, говорят о том, что это был худший сезон вообще в его карьере. Я, честно говоря, посмотрел ряд матчей Сесар Монтеса, в основном по весне 2024 года, техническую нарезку действий Монтеса, какой-то вот прям глупости в его игре, каких-то привозов я не обнаружил, хотя привозов в игре Альмерии там просто выше крыши, там и вратарь просто отдавал на пустые ворота себе забивать. Дион Лопи, который один из лучших игроков Альмерии, просто шел в центре поля в дриблинг на двух человек, терял мяч, после чего шла атака на ворота Альмерии и забивался гол вообще без сопротивления. Ну, короче, таких ошибок в игре Альмерии было выше крыши, но ни в одной из них вот непосредственно так, чтобы привести гол, я Сесар Монтеса не заметил. Зато заметил, что у него прекраснейшая позиционная игра, он очень концентрирован на поле, он никогда не проваливается, никогда он не упускает своих футболистов, что, например, за Немси очень часто замечалось в игре во Франции, что он мог просто забыть про своего футболиста, тот стартовал, а Немси такой разворачивается и смотрит, ой, где же мой футболист. У него очень хороший контроль своих конечностей, опять же, если мы говорим про Немси, да, он отлично играет в подкатах, он мало зарабатывает фолов, ну, по крайней мере, из того, что я видел, вот именно ненужных фолов, там, где он пошел в отбор, но не успел поставить ногу, да, если он идет в отбор, то он обычно играет в мяч и останавливает атаку, если уж фолит, то просто потому, что иначе остановить атаку соперника нельзя. Ну и, конечно, козырь Сесар Монтеса это игра на втором этаже и здесь он, ну, просто великолепен. Если по Немси мы говорили о том, что этот человек вообще при своих габаритах, ну, очень плохо играет на втором этаже, он не очень понимает, когда выпрыгивать и выпрыгивает невысоко, да, если, ну, вот мяч летит в него и надо в него сыграть, здесь Немси король, потому что его с места не сдвинуть и он сам по себе очень высокий, но вот если нужно куда-то прибежать, куда-то выпрыгнуть и сыграть головой, здесь у Немси большие проблемы. Ну и, собственно, количество верховых единоборств у него всегда было очень маленькое для, по крайней мере, своего роста. Если по Герману Конте, я вообще, в принципе, неоднократно говорил о том, что человек не умеет играть головой, он просто подставляет свою голову на длинные шеи под мяч, и мяч после этого летит просто абы куда иногда опаснее, чем если бы Конте вообще в этот мяч не играл, то у Сесора Монтеса все просто шикарно. Он знает, когда выпрыгнуть, у него огромный рост, его, он шикарно занимает позицию, я об этом тоже говорил, а это очень важно, когда ты играешь на втором этаже, занять правильную позицию. Если поднять статистику, то по игре на втором этаже он будет среди лучших центральных защитников в топ-5 чемпионатах, и это подтверждает статистика и по количеству выигранных единоборств, и по проценту выигранных единоборств, в общем, ну, это его конек, причем конек не только в своей штрафной, но и в чужой штрафной, он регулярно наносит удары после розыгрыша стандартов, и я думаю, что Леша Батракову стоит подумать о том, чтобы прицельно навешивать именно на Сесора Монтеса, ну и соответственно, нам на стандартах тоже держать его где-то поближе к чужим воротам, потому что Леша Батраков найдет его передачей, а Монтес всех перевисит и пошлет мяч в ворота. Я думаю, что это будет наша грозная сила у чужих ворот. Много вопросов вообще возникает о том, где будет играть Сесора Монтеса, и так ли уж нам нужен был Сесора Монтес, тем более, вот за 8 миллионов евро одна из самых дорогих покупок в истории Локомотива. Я думаю, что после того, как сломался Фасончик, Лукас Фасон, сломался надолго, я, во-первых, думаю, то, что дни Фасона сочтены в Локомотиве, но все-таки слишком уж часто он ломается, слишком уж часто на него нельзя рассчитывать, да, то он там в Олимпийской сборной Бразилии, после которой он возвращается ни рыбы, ни мяса, его нельзя использовать, то вот он кресты порвал чуть ли не в первом матче за Локомотив, тоже долго восстанавливался, теперь вот еще одна травма с операцией, но Фасон классный, Фасон, я очень болел, я очень переживал за него, но это довольно проблемный актив, с которым нужно расставаться, я думаю, что в Бразилии найдутся на него покупатели, да, задорого продать Фасон, к сожалению, не получится, хотя перспективы на то были, но вы получить за него больше, чем мы отдавали в свое время, я думаю, что сможем так или иначе, очень жалко, но мы должны думать в первую очередь про Локомотив, а не про то, как восстанавливать травматичных футболистов и держать их, и наигрывать, и восстанавливать их игровую форму, тем более, что опять же, ну, в 2024 году Лукас Фасон, ну, прямо скажем, не образец надежности и каких-то вот приятных плюшек игре Локомотива, он давать перестал. Другое дело, то, что не обязательно было тратить 8 миллионов на футболиста, то есть 8 миллионов это игрок, ну, по меркам Локомотива, ну, железобетонно в состав. Да, можно было, как Спартак, взять какого-нибудь обенду за миллион евро, чтобы он просто сидел на скамейке, Морозов и МС играют, если вдруг что-то с ними случается, вот у нас есть игрок, который может их подстраховать, но Локомотив решил потратиться и Локомотив решил купить себе, с лидерскими качествами, который встанет и решит все проблемы Локомотива. Надеюсь, что решит, в любом случае в обороне играют не личности, в обороне играет система, это всегда было и всегда будет. Надеюсь, что Сесар Монтез станет нашим новым Чорлукой и займет место на долгие годы в центре обороны Локомотива. Мне бы лично очень сильно хотелось, чтобы Локомотив перешел на схему в три центральных защитника, потому что тоже много раз говорил о том, что Локомотиву это удобнее, у Локомотива собрано много латералей, Самошников, Тикнезян, это идеальные латерали. Их сейчас пытаются использовать атакующими полузащитниками, у них даже это неплохо получается, они забивают голы, но все равно сила этих футболистов в том, что они могут бегать по бровке туда-обратно. Тот же Сельянов может играть латералем спокойно совершенно, Нинахов тоже играл латералем в свое время в Ахмате. В общем, ну, да, они могут играть и на позиции чисто крайних защитников, могут сыграть и на позиции крайних атакующих футболистов, но вот как латерали они раскрываются лучшим образом. И с уходом Марио Митте, на мой взгляд, у нас не продублированы позиции в центре поля. У нас есть Карпукас, у нас есть Дмитрий Баринов, которые в паре, ну, окей, ладно, пусть играют. У нас есть Артем Тимофеев, игрок-функция, про которую я уже сказал, да, выходить в концовке и таким образом помогать Локомотиву удержать приятный счет. А кроме этого у нас больше нету никого, да, у нас там может быть Максим Нинахов может сыграть в центре, но это уже какая-то вот уже ерунда. У нас может быть Алексей Батраков сыграть в опорной зоне, но каждый раз, когда мы перемещаем Алексея Батракова в опорку, происходит какая-то ерунда, потому что, ну, мы ослабляем и атакующую часть, там уже не будет Алексея Батракова, например, будет Владислав Сарвели, который хуже, чем Алексей Батраков, и мы ослабляем опорную зону, потому что сам Алексей Батраков может сыграть опорником, но это явно не его лучшая позиция, и Артем Харпукас это сделает лучше, чем Алексей Батраков. А вот если мы будем играть в три центральных защитника, то на мой личный взгляд, да, в центре поля у Локомотива уже не так сильно важно, кто будет играть вот этим центральным полузащитникам. Можно играть 3-5-2, можно играть 3-4-3, например, да, у тебя вообще, ну, опять же, может играть Тимофеев Баринов, но у тебя огромное количество других атакующих футболистов, которые возьмут на себя роль созидания. В общем, мне кажется, что таким образом можно нивелировать вот эту вот проблему того, что более-менее сбалансировано могут играть только Крапукас и Баринов в центре поля, если мы говорим про схему 4-2-3-1. И тогда у тебя тоже решается проблема и того, что есть Морозов, есть Немси, которые хорошо вполне себе играют, но тебе нужно еще и Сосара Монтесу куда-то встроить. Посмотрим, что будет с этим делать Галуктенов. Возможно, Галуктенов решит то, что не надо нам вот этих экспериментов. Играем более-менее неплохо, поставим Монтеса, поставим Емси, но в этом как будто бы тоже есть два таких верзилы, они не очень скоростные, у Монтеса не самая высокая скорость, дистанционная еще хорошая, потому что длинный шаг, в принципе неплохая выносливость, и он бежит, но на рывках это, конечно, не самый скоростной защитник, в этом плане Морозов и Сельянов, я думаю, посильнее будут. Но, а как Немси посадить на лавку, Немси хорошо играет, Морозова посадить на лавку можно, наверное, хотя и Морозов тоже неплохо играет, в общем, главная боль для Галактионова будет, посмотрим, уже совсем недолго осталось ждать, я думаю, того момента, когда мы увидим Сесар Монтеса на поле, вряд ли, конечно, после перелета из США он появится в Оренбурге в 12 часов утра, но я думаю, что там через недельку, через две уже можем его увидеть и посмотрим в качестве кого его, собственно, видит Михаил Галактионов. За эту трансферную кампанию я могу поставить 4 с плюсом, наверное, мне понравилось, мне нравятся игроки, которые пришли в Локомотив, особенно Монтес, Севикан и Дмитрий Воробьев, да, люди, за которых мы заплатили так или иначе деньги, ну и Артем Тимофеев тоже, в общем-то, неплохой приобретитель. Я еще забыл сказать про Антона Митрюшкина, конечно, еще же Антон Митрюшкин пришел на роль запасного вратаря, тоже, в общем-то, ну, про него просто мало что можно сказать, это просто неплохой вратарь, который будет подменять Илью Лантратова. В кубке Митрюшкин играет, играет неплохо, играет на ноль, в общем-то, никаких претензий, никаких вопросов к нему не возникает. Видно же, что еще и парень очень хороший, приятный, знает историю Локомотива и, ну, создает тоже хорошую атмосферу в команде. Собственно, вот эти вот запасные вратари, они очень часто именно нужны именно для того, чтобы хорошую атмосферу в команде создавать и, если что, подменить Лантратова без каких-либо вопросов. Собственно, с этой ролью он справляется. В общем, единственное, чего мне не хватило, да, наверное, это приобретение игрока в центр поля. Я ждал и я надеялся, что мы приобретем какого-нибудь игрока, который может исполнять, вот как Алексей Батраков, роль десятки и роль восьмерки в центре поля. Ходили слухи про Дариуса Алару, что мы запросили на него цену, нас эта цена не устроила. Мне вот этот футболист, ну, в принципе, футболист вот такого плана, наверное, был бы по душе. И когда ушел Марио Митой, вот для меня еще больше ослабилась позиция в центре поля, потому что Марио Митой, ну, худо-бедно, ее мог закрыть. Мы все видели, как он в центре поля играет и даже на уровне Зенита там не терялся. Но не случилось. И, соответственно, играем с вот этим вот составом. Мне кажется, что этот состав, в принципе, может, способен на очень большие дела. Самые большие дыры мы прикрыли. Мы прикрыли те дыры, которые возникли уже после старта чемпионата и там центрального защитника и увидели то, что Салтыков не тянет. В общем-то, ну, спортивный блок более-менее заработал. Было за что его ругать год назад, полгода назад, зимой. Но вот сейчас мне понравилось, как сработал локомотив. И я надеюсь, то, что эту осень мы уже пройдем качественно, добротно, наберем много очков и к зиме подойдем с хорошим количеством очков. Не так, что, как обычно, считаем, сколько матчей подряд нам нужно выиграть по весне, чтобы хотя бы приблизиться к первому месту. Вот длинный ролик, но зато постарался обстоятельно рассказать про всю трансферную кампанию локомотива. Надеюсь, никого локомотив не успеет подписать на флажке, чтобы я не чтобы не пришлось дописывать этот ролик и говорить, а вот мы еще вот еще вот кого-то купили. Ну как, надеюсь, если купят восьмерку, я буду еще больше рад и тогда знайте, что моя оценка повысится до 5 баллов. С вами был Тим, ждем матча с Оренбургом и я постараюсь оперативно выложить видео по этой игре, но знайте, что если оно не появится на следующий день после матча, то оно обязательно выйдет в середине недели, когда я вернусь из своей поездки. С вами был Тим, пока!